Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в видео «Спросите у Татьяны», где я отвечаю на ваши вопросы о грамматике и лексике русского языка. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, я попробую на них ответить. Также, если вы хотите поддержать мою работу, пожалуйста, покупайте мои книги в транскрипции и вступайте в клуб «Русская дача», где каждые пять дней я делаю для вас видео и подкасты. Хорошо, сегодня наша тема – это какая разница между «для» и «чтобы». «Для» и «чтобы». Когда мы говорим «для», когда мы говорим «чтобы». Это очень просто. Мы говорим «для», «существительным». Существительное наум. Например, для цветов. Ваза для цветов. Или, например, документ для урока. «Урок». «Цветы». Это существительное. «Чтобы» мы говорим с глаголом. Глагол-верб. Например, я иду в магазин, чтобы купить цветы. «Чтобы купить». «Чтобы» плюс инфинитив, когда это цель. Цель – это когда мы хотим что-то сделать. «Чтобы купить цветы». То есть, ваза для цветов. Для цветов. Документ для урока. Для урока. И я иду в магазин, чтобы купить. Чтобы купить цветы. Если мы хотим, чтобы другой человек сделал что-то. Я сейчас сказала эту фразу. Мы используем прошедшее время. The past tense, да? То есть, я сказала ей, чтобы она купила цветы. Я сказала ей, чтобы она купила цветы. Здесь «Чтобы» – это что я хочу. Это ошибка говорить, чтобы она купит или чтобы она покупает. Это ошибка. Это всегда прошедшее время. Я сказала ей, чтобы она купила цветы. Когда мы говорим «Я иду в магазин, чтобы купить цветы», здесь «Я иду» – это я. И «Купить цветы» – это тоже я покупаю. Хорошо? То есть, чтобы плюс инфинитив – это когда это один человек делает. И в первой фразе, и во второй фразе. Один человек – я. Например, он надел костюм, чтобы пойти на праздник. Он надел костюм – это он. И пойти на праздник – это тоже он. Хорошо? Чтобы пойти на праздник. Но если это делает не один человек, а два, тогда мы говорим «Для того, чтобы». Например, «Я дала ему денег, чтобы он купил цветы». Или «Для того, чтобы он купил цветы». «Для того, чтобы он купил цветы». Мы не можем сказать «Для он купил». Мы можем сказать «Чтобы он купил» или «Для того, чтобы он купил». И это такой маленький секрет. в русском языке для после без до мы не можем использовать глагол потом мы должны использовать для того чтобы до того как то есть такой элемент который вместе делает эти фразы хорошо я надеюсь что я вас не запутала то есть это не слишком сложная конструкция для это плюс существительное для цветов для урока чтобы плюс глагол чтобы купить цветы чтобы пойти на праздник и если вы хотите если вы хотите использовать для плюс глагол вы можете но надо сказать для того чтобы вот дорогие друзья я надеюсь что вы поняли пишите примеры под видео пишите практикуйте русский язык пишите только по-русски приходите на мой сайт слушайте бесплатные подкасты смотрите много видео и вступайте в мой клуб русская дача до скорого пока пока а